В эфире новости РТК Забайкалия в студии Марина Пожидаева. Здравствуйте! Вначале коротко о главных темах нашего выпуска. Стратегия по развитию региона. Сегодня в Чите прошли публичные слушания по бюджету на ближайшие годы. Нашествие паразитов жильцы одного из домов поселки КСК страдают от клопов, которых развел в своей квартире их сосед. Компьютерные преступления задержаны забайкальцы, которые входили в преступную группировку и похищали деньги через госуслуги и не только. Проезд по мосту через реку Кия в Шелкинском районе официально открыли. Рабочие обустроили лестницы, береговые и промежуточные опоры, сделали монтаж балок, уложили два слоя асфальта. Работы закончили в срок. Их общая стоимость около 390 миллионов рублей. Дорога Могой-Тус-Ретин-Сполочина, которая находится до моста, она входит в опорную сеть Забайкальского края. Не просто в опорную сеть Забайкальского края, а в опорную сеть Российской Федерации. То есть наряду с федеральными дорогами. Таких у нас дорог несколько. Вообще у нас на Дальнем Востоке, у нас в Забайкальском крае самая большая опорная сеть. Новый мост сможет выдерживать до 100 тонн веса. Его протяженность 78 метров. А благодаря тому, что строители увеличили пространство под мостом, паводки строению не страшны. К другим темам в Чите прошли публичные слушания по бюджету края на 2025 и плановый период 26-27 годов. О стратегии по развитию региона на следующие несколько лет расскажут мои коллеги. Публичное слушание остается важной процедурой, особенно когда речь касается бюджета края на предстоящие несколько лет. Так, в 2025 году доходы составят 131 миллиард рублей. Из них 85 миллиардов – собственные доходы. В части расходов из 140 миллиардов рублей 75 миллиардов – это расходы на социальную сферу. Это 54 процента, то есть бюджет остается у нас социально значимым. На помощь муниципальным образованиям планируется направить 37 миллиардов рублей. Из них основная часть – это на решение вопросов местного значения. 8,5 миллиардов – это расходы капитального характера, из них 6 миллиардов – это ремонт, строительство и приобретение оборудования для социальной инфраструктуры. При этом в приоритете повышение зарплаты работникам бюджетной сферы для так называемых указных категорий на 13,7 процентов. В целом, начиная с 2023 года, средний уровень заработной платы работников бюджетной сферы повысится на 72 процента. Другое, не менее приоритетное направление – оказание мер поддержки населению. Это коснется 34 процентов численности нашего населения. На эти цели будет направлено 14 миллиардов рублей. Это все виды мер социальной помощи, которые получают жители нашего края. В рамках бюджета 25-го года участникам и своим членам их семей планируется направить практически 4 миллиарда, если точно 3,8. Это реализация 30 мер, которые у нас предоставляются сейчас на территории нашего края. Хочу заверить наших граждан, что все эти меры будут оказаны в полном объеме и своевременно. В рамках бюджета 2025 года планируется решить одну из острейших проблем – обеспечение бесплатными лекарствами льготников. На эти цели направят полтора миллиарда рублей, а это в три раза больше, чем в предыдущие годы. В полном объеме компенсируются и затраты сферы ЖКХ. Впервые предусмотрены стимулирующие выплаты работникам правоохранительных органов. На это в бюджете 2025 года выделено 100 миллионов рублей. Что изменится кардинально ко второму чтению? Ко второму чтению у нас изменится объем расходов в связи с тем, что будут откорректированы суммы поступления средств из федерального бюджета. В первую очередь это будет касаться национальных проектов. В настоящее время в рамках послания президента определены 7 стратегических целей, национальных целей. В рамках этих целей на федеральном уровне разработано 19 национальных проектов. В настоящее время правительство Забайкалья ведет работу с федеральным центром в части включения проектов и их мероприятий, которые необходимо реализовать на территории края. Ко второму чтению будут определены суммы, которые будут внесены в проект бюджета. Жители сразу нескольких регионов, в том числе Забайкалья, входили в преступную группировку. Они занимались так называемыми компьютерными преступлениями. В течение двух лет они похищали деньги россиян, взламывая личные кабинеты граждан на госуслугах. В результате совместных действий региональных УФСБ и полиции все участники группировки были задержаны. По местам их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты телефоны, компьютерная техника, сим-карты, банковские карты, а также портативные носители информации. Ради похищения денег хакеры вскрывали не только личные кабинеты на госуслугах, но и онлайн-банки, в том числе участников специальной военной операции. Преступники оформляли на них займы в различных банках и микрокредитных организациях. В последующем заемные средства выводились через цепочку банковских счетов и криптокошельков. Официально подтвержденный ущерб составил 3 миллионов рублей. Мужчина развел клопов в своей квартире в поселке КСК. Соседи по дому страдают от нашествия паразитов. Есть и пострадавшие. Целая семья была вынуждена съехать из-за обострившейся аллергии. Подробности выясняли мои коллеги. Жильцы дома номер 41 в 4 микрорайоне поселка КСК страдают от нашествия клопов. Паразиты постепенно расползаются из квартиры, которую хозяин захламил мусором. Самого же мужчину никто давно уже не видел. На вид-то так-то вроде нормальный, а там у него, я не знаю, как это назвать, это свинарник полный. Это у него там гора мусора какого-то. Вот прям не просто там, ладно, какие-то вещи было бы или что-то еще. У него там просто мусорами наваляется и все. Было видно, что он прям домой несет пакеты с мусором, что-то вроде этого? Нет, такого-то не было заметно. Да его самого тоже, наверное, редко было видно. Я его в последний раз видел-то где-то в августе, наверное, или в июле. Чтобы хоть как-то остановить насекомых, жильцы дома рассыпали в подъезде отраву, а дверь в квартиру обклеили скотчем. Пробовали писать и жалобы в различные инстанции дошли даже до прокуратуры, но желаемой реакции так и не последовало. Первый раз я обнаружила у себя капла 31 июля. А, то есть уже три месяца, даже больше, да? Да, ну получается мы, я вот, допустим, два раза в неделю травлю. У меня двое детей, сейчас вот уже, допустим, темно, я жду, когда придет у меня муж с работы. Мы это все травим в темноте на улице, сидим и ждем, пока тут маленечко потравится, потом пока проветрится. Детей пока у меня не тронули, но у меня кусали мужа, муж был накусанный, а вот у соседки, вот она вообще к родственникам уехала, потому что у нее детей накусали. И у них началась аллергия, она вызывала дезинфекцию, и потом началась аллергия, и ей пришлось вообще съехать. В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, в курсе о вредителях. Но в ближайшее время брат за дезинфекцию никто не планирует. Ну, они же завели, спасибо, надо начинать с очага, а потом уже мы возьмем подвал и подъезды. То есть, получается, обработка подъездов, подвала будет после того, как очаг будет устранен, да? Да, туда просто попасть никто не может. У него номер недоступен, найти его никто не может. Типа самец выехал, опечатали его дверь и все, что они сделали. Указали номер телефона, чтобы когда хозяин появится, не связали. Жильцы опасаются, кроме зуда и раздражения. Вместе укуса клопы могут заразить человека такими опасными заболеваниями, как бруцеллез, гепатит B, сибирская язва, брюшной тиф и чума. Комментарий в Краевом центре обслуживания и содержание казенного имущества на момент выпуска сюжета получить не удалось. Но мы продолжим держать эту тему на контроле. Дарья Пьяникова, Данил Ботвинский, РТК с Байкалья. Дозаправить боевую технику за считанные секунды военнослужащие Восточного военного округа во время учения пробировали новейший бронированный автотопливозаправщик. Этот образец, поступивший на вооружение в соединении и воинские части ВВО, отличается емкостью цистерны в 8 тысяч литров. Выдача горючего осуществляется через счетчик учета. При этом водитель, дозаправщик и перевозимое топливо надежно защищены. Кабина водителя и сама цистерна бронированные. Специалисты службы горючего четко знают свое дело, ведь все нормативы отрабатываются на занятиях по специальной подготовке. Свои навыки они готовы применить как на учениях, так и в боевой обстановке. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. В Сан-Жадаях Урал буддисты молятся буддии Шахи Муни и просят здоровья для родителей. Африка в Забайкале и в Краевическом музее открылась необычная выставка. Экспонаты изучили мои коллеги. Мама, пойдем домой. Сегодня в нашей постоянной рубрике мальчик Дима, который мечтает обрести любящих родителей. Продолжаем выпуск. С 22 по 24 октября буддисты молятся буддии Шахи Муни. Один из хуралов верующий посвящает своим родителям. Историю и значимость молебна узнавали мои коллеги. В эти дни буддисты Забайкалья проводят Сан-Жадай. Хурал посвящен возвращению Будды на нашу землю из мира 33 божеств. В возрасте 41 года Будда Шахи Муни отправился в обитель богов, чтобы встретиться со своей матерью. С тех пор в этот день верующие молятся за здравие и благополучие своих родителей. А у кого их уже нет, просят счастливое перерождение и хорошую судьбу в следующей жизни. Конечно, это же в любой религии человек родителей не выбирает. И какие бы ни были родители, мы должны отнестись с уважением к родным и близким. И это для нас молебнение является почитанием родителей. За благополучие во всем мире, за всех живущих сест молимся. Но молебнение предназначено как по деянию Будды, это молебнение за родителей. Никто не мешает помолиться и за что-то другое, ведь в этот день все благие дела и мысли приумножаются. Со всех живых существ, со мной, которые воюют на исходе, чтобы быстрее война остановилась, чтобы мир на земле был, чтобы все живые существа были живыми, здоровыми. Если побывать в Дацане в эти дни не получается, ламы советуют просто сказать спасибо своим родителям за то, что подарили жизнь. Анна Бородина, Даниил Батвинский, Анатолий Чульнев, РТК Забайкалье. За окном минусовая температура и снег, а в Забайкальском краеведческом музее настоящий зной. Накануне там состоялось открытие выставки «Африка». Чем экспозиция удивила читинцев, расскажет Эльшат Сафаров. Африка. Такая необычная, удивительная и такая одна в чете сегодня прямиком из Новосибирска. С 2012 года специалисты Новосибирского краеведческого музея собрали более 300 экспонатов. Это предметы быта, ритуальной культуры народов Западной и Центральной Африки. Впервые выставка приехала и в Забайкальский край. В нашем музее накануне 130-летия наши коллеги из Новосибирска, из Новосибирского государственного краеведческого музея сделали настоящий подарок. Привезли выставку подлинных, совершенно невероятных по тому впечатлению, которое они создают предметом. И мы в который раз убедились, что с предметом искусства невозможно конкурировать никакой современной, никакой интерактивной цифровой технологии. Экспонаты изготовлены в 19 и 20 веках на территории современных Конго, Камеруна, Анголы и других африканских государств. Среди вещей в коллекции скульптуры, деревянные предметы, инструменты, оружие, элементы одежды. Но вишенка на этом историческом и культурном торте, ритуальные маски Баконга, Ашанти и многих других народов. Вообще, если опираться на знание истории, то население Африки по своей сущности необычно и неоднородно. Поскольку мы знаем то, что на севере Африки преимущественно проживают так называемые арабские народы, представители мусульманской культуры. Пустыня Сахару с Патникой такой границей между белой и черной Африкой, которые проживают в народы Банту. То есть та самая черная Африка, которая тоже является по своей сущности носителями различных культур. И эта выставка, по мнению посетителей, отличная возможность прикоснуться и почувствовать данную культуру на себе. Окунуться в знойную и удивительную Африку можно до 12 января. Эльша Цафаров, Анастасия Шадрина, РТК Забайкалье. Тысячи детей мечтают ощутить на себе ласковый взгляд мамы, услышать «Доброе утро, солнышко», когда пора вставать в школу и крепко держаться за руку папы, когда беззаботно скачешь по лужам. В нашей постоянной рубрике «Мама, пойдем домой» мы продолжаем знакомить будущих родителей с ребятишками, которые пока только мечтают стать частью любящей и крепкой семьи. Димочке всего два года, и только совсем недавно он начал делать свои первые шаги. Еще пока с поддержкой, быстро-быстро, перебирая маленькими ножками, торопится к своим любимым игрушкам. Но, как и положено, любознательным малышам без внимания не остаются и новые интересные предметы. Что он любит? Какие его любимые игрушки? Любимые игрушки у Димы – машинки, мячики. Любит с мячиками играть, долго играет, кубиками играет. Вы уже можете сказать, например, когда он вырастет, кем он может стать? Может стать строителем, потому что в кубике он строит кубиками хорошо. Микрофончик тебе понравился, вот такой вот. Может быть, ты будешь журналистом? Может. При встрече с нашей съемочной группой Дима постеснялся показать все свои таланты. Однако, как говорят воспитатели, мальчик очень активный. И, несмотря на особенности здоровья, старается изучить этот мир, насколько это возможно. Семья, в которых Дима так нуждается, поможет ему развить его самые лучшие качества. А в ответ он подарит маме и папе свою безграничную любовь. Какая ему семья нужна? Что он принесет в семью? Семья ему нужна, чтобы любили его, будет радовать семью. Помощь нужна ему, ну, от семьи. Если в семье будут братья, сестры, например, это хорошо для него будет? Хорошо будет. Да, это очень даже хорошо будет. Услышать ласковый голос, утонуть в мягких объятиях и крепко держаться за папину и мамину руку. Мечта многих ребятишек, которые воспитываются в доме малютки. И мы верим, что однажды они скажут – мама, пойдем домой. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Подписывайтесь на нас в Телеграм и других социальных сетях. Если вы стали очевидцем чего-то необычного, сами стали героем непростой истории, вам нужна помощь и вы не знаете, куда обратиться, звоните в нашу редакцию по телефону 21-7503. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова